Как вы считаете, чего не хватает в Орской медицине? Качество обслуживания немножко получше надо бы. Все квалифицированные кадры уезжают в другой город, а у нас уже не остается практически никого, не хватает специалистов. Очень много. Приходится ездить по другим больницам, искать специалистов. Постоянно очереди в больницах. Да, не хватает. Проблемы медицины в Орске были и остаются, и это ни для кого не секрет. Но новый 2014 год для нашего города, возможно, станет переломным. По словам министра здравоохранения Тамары Семей-Величенко, которая накануне посетила Орск, здесь совсем скоро появятся новые здравницы, которые будут оказывать услуги не только жителям нашего города, но и всего Восточного Оренбуржия. Будет создан еще один региональный сосудистый центр. Это реально построенное здание, которое будет построено на территории 4-й городской больницы, которое будет принимать больных с острым коронарным синдромом, с острым нарушением мозгового кровообращения, как бы как третий уровень, где будут проводиться операции на головном мозге, сцентирование. Для этой цели будет куплен еще новый ангиограф и много к нему оборудования, которое планируется на 2014-2015 год. На 2014-2015 планируется строительство, и на 2015 год это приобретение оборудования. Здесь будет расширение материально-технической базы. Также на базе горбольницы номер 3 Орска появится детский перинатальный центр. Еще одна здравница – это больница скорой медицинской помощи, так называемая неотложка. Остальные центры будут созданы за счет оптимизации тех площадей, которые у вас есть. Я думаю, что просчеты, прежде чем заявлять вот это, мы посчитали и посмотрели возможности этих больниц, на базе которых будут развернуты эти подразделения. Если вы думаете, что это будет гигантский караван, который повезет сюда все Восточное Оренбуржье, то это не так, потому что везде у нас есть центральные районные больницы. А вот то, зачем везли в областную больницу с Востока, вот только этих больных повезут к вам в эти центры. Продолжение следует...